Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели! Я очень рада вас приветствовать на данной платформе. Сегодня мы с вами поговорим о детях с задержкой психического развития. И так как здесь у нас и воспитатели на платформе, и учителя, может быть, есть и психологи, вы по презентации можете определиться то направление, что вас интересует, есть подходы, рассмотренные по клинической психологии, клиническое направление, психологическое и педагогическое. Когда мы рассматриваем данную проблему в клиническом плане, при клиническом изучении детей задержкой психического развития в анамнезе указывается на наличие негрубой органической какой-либо патологии нервной системы. И выделяют ряд причин, которые могут привести к отставанию именно в психическом развитии. И разные авторы отмечают в основном четыре основных положения. Это может быть патология внутриутробного развития, то есть тяжелые токсикозы беременности, различные инфекции, может быть травмы, интоксикация, недоношенность, асфиксия и травмы при родах. Могут быть также инфекционные заболевания или заболевания, которые сопровождаются нарушениями питания. Они могут быть различными, которые в последующем могут сыграть, дать предпосылку того, что у ребенка может быть задержка психического развития. Имеются указания на роль также наследственной отягощенности именно в психологическом отношении у детей задержкой психического развития. Это может быть алкоголизм родителей, это может быть умственная отсталость у ближайших родственников, это может быть шизофрения, также могут быть генетические пороки развития и другие психические заболевания, которые могут привести к задержке психического развития у ребенка. анализ вот таких данных, анамнистических данных детей именно задержка психического развития, он показал, что на долю патологий выходит беременность, роды и различные заболевания именно первого года жизни ребенка. И приходится где-то 67,3%. Исследователи также отмечают патологию внутриутробного развития у 70% детей. Это очень большой процент. И у 30% это последствия родовых травм или травм именно первого года жизни ребенка. На долю стрессов во время беременности приходится 14%. Имеются также указания на задержку психического развития генетической патологии. Внизу указан источник. Вы можете ознакомиться с данным источником, если будет интерес. Там более подробно описаны исследования, которые проводились в клиническом плане, в психологическом и психолого-педагогическом. Когда исследовали именно соматическое состояние детей, задержка психического развития, там отмечается общее отставание в моторике, особенно тонких двигательных актов. И возникают признаки дисплазии. При неврологическом обследовании там наблюдаются различные изменения. Это могут быть расстройства центральной и вегетативной нервной системы, могут быть нарушения черепно-мозговой иннервации, вегетососудистые различные нарушения, нарушения терморегуляции, расстройства сна может быть. У 70% школьников задержка психического развития, это младший школьный возраст, церебрально-органический генезис выявляется, и выявляется легкая асимметрия лица, неловкость при движениях языком, могут быть небольшие нарушения координации и другие. Стойкие трудности в обучении детей с задержкой психического развития, как правило, имеют в своей основе, конечно же, самые различные причины, включая органическое поражение центральной нервной системы. При определенных нарушениях именно познавательной деятельности у учащихся отмечается не тотальное, а парциальное нарушение интеллектуального развития. Таким образом, клинические исследования, они позволили целенаправленно разрабатывать научные подходы именно к систематике задержки психического развития у детей. Рассматривая же психолого-педагогические исследования при изучении различных сторон познавательной деятельности учащихся в задержках психического развития, здесь отмечается не достаточность отвлеченного мышления как такового, а именно дефицитарность предпосылок интеллекта. Проведенные различные исследования отдельных психических функций, особенностей формирования знаний, умений, навыков у старших дошкольников, у младших школьников с задержкой психического развития в работах, допустим, у Шпиля и его сотрудников анализировались именно причины, которые привели к возникновению у детей значительных трудностей в обучении. По их мнению, в основе имеющихся школьных проблем, конечно же, есть целый ряд неблагоприятных социальных факторов. Также это может быть сочетание биологических факторов, социальных факторов риска, которые могут привести даже к возникновению легкой умственной отсталости. Произвольное, так, здесь вот по психическим функциям, высшие психические функции, психология выделяет психические процессы, познавательные психические процессы, их 8, и, допустим, у детей задержка психического развития, все эти психические функции, они диагностируются для того, чтобы определить задержка психического развития или, может быть, какое-либо другое заболевание. Если говорить о внимании как в психическом процессе, ВИП, произвольное внимание, оно, конечно же, является очень важным фактором для того, чтобы ребенок был успешным в школе. Среди характеристик зрительного, слухового внимания учащихся задержка психического развития указывается неустойчивость, повышенная отвлекаемость, недостатки переключения и распределения. Внимание. Изучение, когда изучали психический процесс восприятия, изучая особенности восприятия у детей задержка психического развития, здесь церебрально-органический генезис показал, что у них процесс приема и переработки именно сенсорной информации будет протекать замедленно и характеризуется меньшей скоростью реакции в условиях выбора по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. В подскопках даны авторы исследований, вы можете также ознакомиться, если есть интерес. Экспериментально психологические исследования памяти были проведены нашими отечественными исследователями. Есть труды, мемография, учебные пособия позволило, эти исследования памяти позволили выявить, что у детей задержка психического развития в большей мере, конечно, страдает смысловая, логическая память, чем механическая. Отмечается заметное снижение продуктивности произвольной памяти. Это объясняется недостаточной целенаправленностью их именно мистической деятельности, то есть неумение применять рациональные способы запоминания, не сформированностью процессов самоконтроля. И при, допустим, группировке материала по каким-либо формальным признакам установлено, что эффективность запоминания информации о данной категории детей хуже, чем при запоминании путем механического заучивания. Учащихся с задержкой психического развития, церебрально-органического генезиса, конечно, имеет место снижение всех показателей непроизвольной памяти, которые необходимы для данного вида запоминаний. Указывается на недостаточную эффективность у них непроизвольного запоминания информации по сравнению с нормой и на увеличение его показателей в эмоционально насыщенных игровых ситуациях. В работах, где исследовали мыслительную деятельность детей с задержкой психического развития, здесь обращается внимание на недостаточный уровень сформированности основных мыслительных операций, таких как анализ, синтез, сравнение, обобщение. Классификация, абстрагирование. Причем оказалась заметна их большая продуктивность на предметном и наглядно-образном уровне по сравнению с вербальным. Но мы знаем, что дошкольники и младшешкольный возраст воспринимают в норме ребенка лучше визуально. И вот здесь, скажем, у детей с задержкой психического развития тоже нужно на предметном и наглядно-образном уровне предлагать материал. Установлено, что отставание детей дошкольного и младшего школьного возраста от возрастной нормы в развитии также логического мышления, выявлены особенности его развития в разных социальных и психолого-педагогических условиях, показаны большие потенциальные возможности формирования умения логических доказательств у детей с задержкой психического развития в младшем школьном возрасте. То есть если провести диагностику на ранней стадии, определить, можно провести коррекцию, коррекционные мероприятия и ребенка с задержкой психического развития немного выровнять, дотянуть до нормы. В исследованиях встречаются указания на преобладание игровых интересов у первоклассников с задержкой психического развития. Отмечается, что в оценочной ситуации у них часто возникает состояние тревожности. На характер эмоциональных реакций оказывают опосредованное влияние таких личностных образований, как самооценка и доминирующие мотивы учения. Несостоятельность школьников при усвоении школьной программы может привести, конечно же, к негативным реакциям, возникновению у данной категории детей чувства неполноценности и быстрому снижению уровня самооценки. Когда рассматриваем данный вопрос в специальной психологии, здесь изучается проблема общения детей с задержкой психического развития. В 6 лет эти дети не только значительно отстают, почитала в чате и отвлеклась от мыслей. В 6 лет эти дети не только значительно отстают в развитии именно разных форм общения, но у них, конечно, выявлено также качественное своеобразие и формирование коммуникативной деятельности. У 80% старших дошкольников общение имеет ситуативно-деловую форму, и только 19% из них показывают определенные возможности именно во владении вне ситуативно-познавательной формы общения. Вне ситуативно-личностная форма общения, в которой дети в развитии, когда норма, если ребенок развивается в норме, он должен овладеть где-то к 5-7 годам. Оказывается, недоступны и провестникам, то есть дети с задержкой психического развития, неситуативная личностная форма общения немного, скажем так, притормаживает. Обнаружено также отставание, формирование межличностных отношений школьников с задержкой психического развития с родителями, учителями, сверстниками. Отрицательное значение для развития коммуникативных способностей имеет воспитание ребенка с задержкой психического развития в неполной, без гаргомоничной семье, а также негативная социальная практика общения, то есть приобретаемая в образовательном учреждении. Здесь вот можно говорить и о булинге, да, в классе, стороны сверстника. Таким образом, анализ клиника физиологических или психолого-педагогических исследований показывает, что уже в начале 20 века была выделена особая категория детей именно с трудностями в процессе обучения. Установлена неоднородность данной категории учащихся и были предприняты попытки для того, чтобы выявить причины, имеющиеся в отставании, в развитии. Знания особенностей развития у них отдельных психических функций, знавательные деятельности, речи, эмоционально-личностные сферы, они необходимы, конечно, для того, чтобы разрабатывать методы, диагностические методики с целью выявления потенциальных возможностей обучаемости этих детей и на этой основе построения индивидуальных программ по коррекции и развитию. В настоящее время отмечается тенденция к увеличению количества детей с трудностями в обучении. Трудности обучения, они бывают различного генезиса. Например, если в 50-х годах 20 века среди неуспевающих учащихся общеобразовательных школ их выделяли только до 10%, то по последним данным большинство авторов сходится во мнении, это количество увеличивается до 60%. В современных исследованиях разрабатываются критерии для того, чтобы как-то дифференциально диагностировать различные формы задержки психического развития, а также для того, чтобы определить варианты школьной неуспеваемости. Изучение специфики именно психологических характеристик, трудностей в обучении у детей направлено на индивидуализацию форм и содержания, коррекционной помощи школьникам именно в системе психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Понятие задержка психического развития употребляется по отношению к детям со слабо выраженной недостаточностью центральной нервной системы, то есть она может быть органической или функциональной. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, каких-то тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В то же время у большинства из них могут наблюдаться полиморфная клиническая симптоматика, то есть могут быть незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, нарушенные работоспособности, энцефалопатические какие-то расстройства могут сопровождаться. Если мы рассматриваем патогенетическую основу этих симптомов, здесь могут быть перенесенные ребенком какие-либо органические поражения центральной нервной системы, и может быть именно рецидуально-органическая недостаточность выявлена, на что указывается в исследованиях отечественных ученых. Задержка психического развития также может быть обусловлена функциональной незрелостью центральной нервной системы. Впервые термин, который мы сейчас используем, термин задержка психического развития, он был предложен в 1959 году, в 20 веке, Сухаревой, Груни Ефимовной Сухаревой, и исследователь, который впервые предложил использовать данный термин. Задержка психического развития, она встречается чаще, чем олигофрения. При задержке речь идет не о стойком и каком-то необратимом недоразвитии, а только о замедлении его темпа, то есть замедлении психических процессов. Это обнаруживается, то есть вот это замедление развития темпа психических процессов, допустим, может обнаружиться только при поступлении ребенка в школу. И в чем оно выражается? В недостаточности общего запаса знаний, какой-то ограниченности представлений, незрелости мышления. Здесь вот когда мы говорим о мышлении, это высший психический процесс. У нас выделяются два вида мышления, если вспомним психологию, допонятийное и понятийное мышление. Ну вот получается, у детей задержка психического развития, а здесь допонятийное мышление. Хотя в начальных классах там уже как бы идет переход понятийного. Ну из-за, скажем так, недостаточного словарного запаса, ограниченности представлений, данная психическая функция, она не сформирована. Здесь также отмечается малая интеллектуальная целенаправленность. В основном у детей данной категории преобладает именно игровые интересы, игровые интересы, быстрая присыщаемость в интеллектуальной деятельности. Отмечаются данные категории. В отличие от умственно отсталых детей, дети с задержкой психического развития достаточно сообразительны в пределах имеющихся знаний у них, значительно более продуктивны в использовании помощи. При этом вот в одних случаях на первый план будет выступать задержка развития эмоциональной сферы. Здесь могут быть различные виды инфантилизма. А нарушения в интеллектуальной сфере могут быть выражены как-то нерезко. В других случаях, может быть, наоборот, будет преобладать замедление развития именно интеллектуальной сферы. Незрелость эмоциональной сферы и недоразвитие именно познавательной деятельности будут иметь и свои качественные особенности. Эти особенности, они обусловлены эти патогенетическим типом данной аномалии развития. Таким образом, в этиологии ЗПР играют роль конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, длительные неблагоприятные условия, а главным образом, конечно, органическая недостаточность нервной системы. Стойкая задержка развития имеет органическую природу. Многие исследователи в своих работах в качестве причин указывают, выделяют это хронические соматические заболевания матери, которые начинались там до еще беременности. Это могут быть патологии беременности. Это могут быть болезни плода. Это может быть асфиксия и родовые травмы, как говорилось ранее. Затем ранние, именно первые два года жизни ребенка, постнатальные какие-либо заболевания, они все могут привести к тому, что у ребенка начинается задержка в развитии. Данные нейрофизиологических исследований свидетельствуют, что у большинства от 6 до 8-летних детей, испытывающих трудности в обучении, идет развитие мозговых структур и связей между ними, оно будет отставать от возрастной нормы. Недоразвитие познавательной деятельности может быть обусловлено недостаточностью некоторых мозговых структур. В первую очередь, конечно, это лобные, теменные отделы коры головного мозга. И вот происходит задержка психического развития. Существует несколько классификаций задержек, задержки психического развития. Некоторые я представила вам на слайдах, можете ознакомиться. Далее в литературе они прописаны, можете почитать. Допустим, в 1966 году была опубликована классификация задержки психического развития, которая включала следующие клинические варианты. Это психофизический инфантилизм с недоразвитием у детей именно эмоционально-волевой сферы при сохранном интеллекте. И развивается, то есть, неосложненный гармонический инфантилизм. Также вариант может быть психофизический инфантилизм с недоразвитием познавательной деятельности. Затем психофизиологический инфантилизм с недоразвитием познавательной деятельности, осложненный нейродинамическими нарушениями. И еще один вариант психофизический инфантилизм с недоразвитием познавательной деятельности, который уже осложнен недоразвитием речевой функции. Также есть клиническая классификация, которая рассматривает два варианта ЗФР. Это поздние, в 1967 году, в 20 веке. В первом варианте нарушения проявляются именно эмоционально-личностные незрелости. В следствии этого формируется психический или психофизический инфантилизм. А во втором варианте на первый план выступают нарушения познавательной деятельности в связи со стойкой церебральной остении. Интересна классификация, которая была предложена в 1979 году, в 20 веке. Здесь Ковалева выделяет три варианта задержки психического развития, которые обусловлены биологическими факторами. То есть первый вариант – это задержка дизентогенетического характера. Второй вариант – задержка энцефалопатического характера, органические поражения центральной нервной системы. И задержка психического развития вторичного характера при сенсорных дефектах. То есть если есть ранние нарушения зрения или слуха, может также привести к задержке психического развития. Более поздний вариант классификации задержки психического развития, который предложен Лебединской в 1980 году, здесь отражает не только механизм именно нарушения психического развития, но и причинную обусловленность. И на основе этиокатологического принципа были выделены четыре основных клинических типа задержки психического развития. Это конституциональный, это саматогенного, саматогенного, психогенного и церебрально-органического происхождения. Далее я немножко поясню, чтобы было более-менее понятно. Те, кто работает с данной категорией детей, они понимают, если кто-то начинает работать, также в источниках есть, вы будете знать, куда можно обратиться, где можно почитать. Каждый из выделенных четырех типов задержки психического развития имеет, конечно же, свою клинико-психологическую структуру, имеет свои особенности эмоциональной незрелости, конечно же, нарушений познавательной деятельности и нередко осложнен рядом болезненных признаков соматических, неврологических, энцефалопатических. Задержка психического развития, конституционального происхождения. О чем здесь? Здесь речь идет о так называемом гармоническом инфантилизме, при котором эмоционально-волевая сфера, она уже находится как бы на более ранней ступени развития. Во многом она напоминает нормальную структуру эмоционального склада детей более младшего возраста. Здесь характерны преобладания именно игровой мотивации поведения, повышенный фон настроения, непосредственность, яркость эмоций, при их поверхностном, неустойчивая или легкая внушаемость может быть. При переходе к школьному возрасту значимость для детей и игровых интересов также сохраняется. Гармонический инфантилизм, он может считаться вот именно ядерной формой психического инфантилизма, в котором черты эмоционально-волевой незрелости, они выступают уже в более чистом виде и часто сочетаются с инфантильным типом телосложения. Следующая по классификации задержка психического развития самотогенного происхождения. Этот тип аномалии развития обусловлен длительной соматической недостаточностью, то есть ослабленностью различного генезиса. Здесь могут быть хронические инфекции, аллергические состояния, врожденные, приобретенные пороки развития самостоятельной соматической сферы. В первую очередь здесь могут быть заболевания сердечные, сосудистые системы. Следующая задержка психического развития психогенного происхождения. Этот тип задержки психического развития связан с неблагоприятными условиями воспитания, которые препятствуют правильному формированию личности ребенка. Задержка психического развития психогенного происхождения наблюдается прежде всего при аномальном развитии личности по типу психической неустойчивости. И чаще всего она обусловлена явлениями гипоопеки, условиями безнадзорности, при которых у ребенка не воспитывается чувство долга и ответственности, форма поведения, выработка которых связана именно с активным торможением аффекта. Не стимулируется развитие и познавательной деятельности, интеллектуальных интересов и установок. Поэтому черты патологической незрелости эмоциональной волевой сферы в виде аффективной лоббильности, импульсивности может выражаться, повышенная внушаемость у этих детей часто сочетаются с недостаточным уровнем знаний и представлений, которые необходимы именно для усвоения школьных предметов. Задержка психического развития, церебрально-органического происхождения. Этот тип ЗПР занимает основное место в данной полиморфной аномалии развития. Он встречается чаще других вышеописанных типов, нередко обладает большей устойкостью и выраженностью нарушений как в эмоционально-волевой сфере, так и в познавательной деятельности. Церебральная органическая недостаточность, прежде всего, она накладывает типичный отпечаток на структуру самой задержки психического развития, как на особенности эмоционально-волевой незрелости, так и на характер нарушений познавательной деятельности. В отличие от детей, умственно отсталых у детей, задержка психического развития выше потенциала обучаемости. Они лучше используют помощь учителя, способны переносить показанный способ действия на аналогичные задания. Если говорить о характеристике детей, которые описывают учителя наряду со школьными трудностями, такими как трудности в чтении, письме, математике, нередко на первый план выступают так называемые энцефалопатические синдромы. Первый синдром, который можно описать, синдром церебралистической, проявляющийся в виде повышенной психической истощаемости, слабости и неустойчивости внимания, колебаний в работоспособности, эмоциональной ранимости, ощущениях физического недомогания, дискомфорта, двигательной неусидчивости, либо вялости, а динамия, непереносимости духоты, шума, запахов, зависимости, самочувствия от погодных условий. Здесь у нас вопросы, как работать, как что. Вот здесь я хотела бы обратить ваше внимание именно на характеристики детей, для того, чтобы определить, как развивать, как обучать, как корректировать, как воспитывать данную категорию детей. Для начала нужно определить, в какой категории находится данный ребенок, что у него страдает, какой там психический процесс, скажем так, нужно помочь, ускорить. Только после этого можно составить коррекционную программу и работать. То есть нужно определить, где находится ребенок, конкретно у него задержка психического развития, или может быть другое какое-то заболевание. Следующий. Я на вопросы после отвечу хорошо. Следующий синдром двигательной расторможенности. Кто работает с данной категорией детей, вы, надеюсь, узнаете своих учеников, если у вас представлены такие. Синдром двигательной расторможенности, он проявляется в виде суетливости, повышенной отвлекаемости на различные посторонние раздражители, неусидчивости. Иногда могут быть явления аффективной раздраженности. Эти свойства могут усиливаться по мере утомляемости. Конечно же, определяет. Просто так мы не можем ребенка поставить задержку психического развития. Синдром психоподобный, при котором наряду именно с двигательной расторможенностью более выражены, как у предыдущих, это могут быть признаки аффективной возбудимости, могут быть склонности к агрессивным реакциям, может быть упрямство, расторможенность в лечении, негативная установка к учебной деятельности и в связи с этим могут быть проблоги. Синдром органического психического инфантилизма характеризуется двумя вариантами. Первый – неустойчивый, то есть с эйфорическим оттенком настроения, психомоторной расторможенностью, может быть импульсивность, приставучесть. И второй – это тормозимый, то есть с преобладанием пониженного настроения, выязливость, нерешительность. Следующий синдром, который выделяют учителя, это апатико-абулический, он характеризуется слабостью побуждений, именно в интеллектуальной деятельности. Это может быть вялость, эмоциональная, двигательная вялость, которая вызывается иногда опасениями, но здесь может быть и умственная отсталость, то есть нужна диагностика. Синдром речевых расстройств проявляется в различных степенях нарушений произношения или, может быть, и без них. Здесь отмечается бедный речевой запас, слабая вербальная память, неумение пересказать о сюжетной картинке или неумение пересказать прочитанный текст, неразвитие фонематического слуха, медленное усвоение навыка чтения, в обилие специфических ошибок при письме. Очень много. Эти и другие расстройства, конечно же, могут выступать изолированно, они могут также сочетаться друг с другом, и, конечно же, это отягощает адаптацию ребёнка к школе. Это вовсе не исключает наличие и других вторичных по своему происхождению форум задержки психического развития, которые связаны уже с нарушениями отдельных анализаторов. Это может быть слово, зрение, моторика, речь, или, может быть, педагогическая запущенность. Мы знаем, что у нас там вторичная есть, иногда развивается и третичный дефект. По мнению Ульянковой, в плане именно компенсации, большое значение имеет возраст ребёнка, состояние его здоровья. Также очень важна специфика микросоциальной среды, характер, задержавшийся в развитии функции, психической функции, её сочетание с другими психологическими особенностями ребёнка. Важнейшим фактором, определяющим динамику возрастного развития, конечно же, является своевременность. То есть в раннем и дошкольном возрасте организованная коррекционно-педагогическая помощь. В раннем и дошкольном возрасте можно помочь данной категории детей. Но для того, чтобы организовать эту помощь, сопровождение, конечно же, нужна диагностика, нужно продиагностировать. Допустим, сейчас у нас новые специальности, нейропсихолог, специалист, который помогает определить воспитателям, педагогам, родителям, какая функция задерживаться или какая функция, скажем, недоразвита. Дети с перечисленными вариантами задержки психического развития могут быть направлены в специализированные детские сады или дошкольные группы при массовых детских садах. То есть для того, чтобы определить у ребенка задержку психического развития, ребенку должно быть, скажем так, не ребенку, а родителям дается направление для прохождения психолога, медико-педагогической комиссии. Там определенные специалисты, они что делают? Проводят диагностику. Затем что делают? Медики есть, психологи, клинические психологи, логопеды, дефектологи, то есть все специалисты, которые диагностируют ребенка, проводят различные методики и потом что делают? Дают постановку, скажем, диагноза и комиссия решает, то есть остается ребенок на обучении в образовательной школе или нужно ребенка определить специализированный детский сад или дошкольная группа. В некоторых детских садах, да, у нас есть группы, специализированные группы, где, скажем, выравнивают помогают, работают с данной категорией детей. Ну, если, допустим, в дошкольном возрасте выявляются такие дети, до родителей как бы желательно довести, объяснить, почему ребенку нужны такие специальные группы, почему нужны специализированные детские сады, потому что если время будет упущено, то в последующем, когда ребенок поступит в школу, обучаться начнет, там начнутся уже школьные проблемы, которые будут сложнее устранить. Поэтому пока ребенок в дошкольном возрасте, особенно если это ранний возраст, да, сензитивный, там еще можно подкорректировать и как бы помочь ребенку. И, конечно, я вот говорю о диагностике. Здесь на слайдах я вам привела. Этапы, да, работы. То есть как определить, что делать с данной категорией детей. Цель диагностической работы с детьми задержка психического развития состоит именно в разработке методических рекомендаций на основе анализа, выполнения диагностических методик. Допустим, вот технология психологического обследования ребенка с отклоняющимся, с отклоняющимся развитием, оно проводится по специальной программе. Этим занимаются психологи. Первый шаг – это сбор психологического анамнеза. То есть все вплоть с рождения ребенка. Далее психологическое обследование специализированное. Проводятся психологи, скажем, обученные специально, которые работают с данной категорией. Клинические психологи в основном. Далее интерпретация результатов и психологическое заключение. То есть это технология психологического обследования, психолога, медика, декадические комиссии. Психологическое обследование детей и задержка психического развития проходит поэтапно. Первая – это беседа или проективная методика для установления именно контакта с ребенком, определения зоны его информированности. Второй этап – это исследование восприятия психического процесса. Далее исследование внимания, исследование зрительной памяти, исследование мышления, здесь определяется уровень схематического мышления, способность к сравнению, обобщению, классификации. Далее исследование звуковой, смысловой стороны речевой деятельности. Исследования проводятся особенности эмоционально-волевой сферы. Эмоционально-волевая сфера здесь эмоциональные процессы, волевые процессы, узнавание эмоциональных состояний, разные модальности рассматриваются, изучают уровень тревожности, определяют эмоциональный фон, настроение в разных видах деятельности, то есть предлагаются разные виды деятельности. Из психологии мы знаем, Леонид еще выделил 4 ведущих вида деятельности. Игра, общение, учение, труд. Вот в этих 4 видах деятельности рассматриваются, даются определенные задания и ребенок выполняет их и проверяется, определяется эмоциональный фон настроения. Затем делаются общие выводы, затем психолого-педагогические рекомендации даются. Выводы заносятся, конечно же, в карту психологического обследования ребенка. Дети, которые поступают на обследование психолого-медико-педагогическую комиссию, там обязательно заводится карта и вносятся все определенные... Так, вопрос был, я позже отвечу, хорошо? Сейчас завершим. Психологическое обследование детей, задержка психического развития, оно эффективно, конечно, проводится в процессе разных видов деятельности, как я вам уже говорила, да, игровая, интеллектуальная, речевая, продуктивная. И по результатам наблюдения за детьми на занятиях, то есть как занимаются, да, и свободной деятельностью, это также как бы наблюдается. Диагностика детей с задержкой психического развития, она очень сложна. Почему? Потому что очень трудно ограничить именно задержанное развитие от каких-либо сходных состояний. Сходное что может быть? Это может быть умственная отсталость. Определить, да, нужно. Это может быть педагогическая запущенность. Это может быть детский аутизм, да, или инфантилизм. Обобщая все эти подходы и точки зрения на определение именно дифференциальных критерий диагностики детей с задержкой психического развития, можно выделить следующие наиболее интегративные показатели. Это может быть показатель, степень поражения головного мозга. Это может быть сформированность процессов познавательной деятельности, сформированность компонентов речевой деятельности, способы выполнения действий, произвольность характера, оказываемой помощи, способность к переносу и, конечно же, уровень психической деятельности. Важно разграничивать задержку психического развития церебрально-органического генеза и умственную отсталость. Почему? Потому что у детей отмечаются сходные элементы психического недоразвития, которые требуют разных подходов именно психолого-педагогической коррекции. В отличие от умственной отсталости, при ЗПР диффузное поражение головного мозга отсутствует. Наблюдается наличие каких-то очаговых, органических поражений головного мозга. Они могут быть в лёгкой степени, они могут быть в средней степени, либо могут быть функциональные нарушения деятельности центральной нервной системы. Нарушения различных структур мозга и их участие именно в реализации психических процессов, как восприятие, внимание, память, речь, интеллектуальная деятельность, они лежат в основе изменений познавательной деятельности и познавательной активности. У детей с задержкой психического развития снижена продуктивность. Познавательная активность в различных видах психической деятельности. Неравномерное формирование процессов познавательной деятельности отмечается. Задержка психического развития, она поддаётся психолого-педагогической коррекции, если правильно организована развивающая среда в пределах психофизических возможностей детей. Если идёт учёт возрастных психофизических возможностей детей. Динамика психического развития ребёнка, задержка психического развития, она зависит от варианта дефектов. То есть какой дефект. Это может быть лёгкий, средний дефект. Глубокий может быть. Также зависит от уровня интеллектуального, эмоционального развития. Особенности умственной работоспособности. Особенности умственной способности. И также, конечно, своевременная коррекция. А для того, чтобы провести своевременную коррекцию, нужно для начала провести диагностику, чтобы определить, здесь действительно задержка психического развития или что-то другое. Как мы уже выше говорили, что может быть или умственная отсталость, или педагогическая запущенность. Трудности построения коррекционно-педагогических программ, она обусловлена многообразием проявлений задержки психического развития. Здесь идёт сочетание незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированности познавательной деятельности. Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с задержкой психического развития, она направлена на формирование базовых составляющих психического развития. В работе с детьми задержка психического развития следует выделять два блока. То есть это образовательный блок и коррекционно-развивающий. Целенаправленная подготовка к школьному обучению, то есть организация коррекционного воздействия по основным линиям психического развития. В этом виден, конечно, приоритет именно педагогической работы с детьми. Ну, здесь нужно работать в комплексе, то есть с различными специалистами. Когда разрабатывают программу коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития, здесь следует ориентироваться на что? На исследование именно интеллектуального развития, на эмоциональное и личностное развитие. То есть диагностика должна быть проведена очень хорошо для того, чтобы определить, где дефект, где идёт торможение. Формирование базовых составляющих психического развития, то есть это синцемоторное развитие детей, это развитие перцептивных и интеллектуальных действий. Формирование структуры мыслительной деятельности, формирование операционной, мотивационно-потребностной сферы, коррекция эмоционального развития, здесь идёт предупреждение различных эмоциональных расстройств, формирование базовой аффективной регуляции, коррекция речевого развития, если есть, звукопроизношение, фономатические процессы, смысловые стороны речевой деятельности, развитие навыков коммуникативной деятельности, умение строить конструктивные взаимодействия в группе, то есть личностные взаимоотношения. Коррекционная работа с детьми с задержкой психического развития должна активизировать психические процессы, самые главные, психические процессы, улучшать процессы восприятия, развивать словесно-логические операции, формировать произвольную психическую активность. План коррекционно развивающих мероприятий должен быть направлен именно на формирование интеллектуально-эмоциональных операций. Конечно же, дети с задержкой психического развития имеют значительные потенциальные возможности к компенсации дефектов, формирование именно интеллектуально-эмоциональной готовности к школьному обучению при условии ранней диагностики, как я уже ранее говорила. В дошкольном возрасте желательно провести раннюю диагностику, тогда можно проводить какие-либо коррекционные мероприятия для того, чтобы вот эти дефекты как-то минимизировать до поступления ребенка в школу. Коррекционно развивающая направленность воспитания, обучения в детском саду, она, конечно же, должна строиться на основе диагностики и потом дальнейшей разработки коррекционной программы. И, конечно, должна быть более целенаправленная подготовка к школе по данной категории детей. И по выводам можно выделить характерные особенности детей ЗПР, то есть какие. Это снижение работоспособности, это повышенная истощаемость, неустойчивое внимание, своеобразное поведение, могут быть дефекты звукопроизношения, конечно же, это бедный словарный запас, низкие навыки самоконтроля, отставание в развитии мышления, недостаточность произвольной памяти, незрелость эмоционально-волевой сферы, ограниченный запас общих сведений и представлений, слабая техника чтения, трудные им дается читать и научиться читать, трудности в счете и решение, конечно же, задач по математике. Чтобы удовлетворить особые образовательные потребности детей задержек психического развития, в школе, конечно же, мы все знаем, необходима специальная помощь, а для того, чтобы организовать специальную помощь, должны быть подготовлены специалисты, которые обучены именно работать с данной категорией населения. Ой, население, извините, детей, категория детей. Преемственность должна быть, коррекционно-развивающая направленность. Конечно же, нужно учитывать специфику данной категории детей, обращать внимание на физиологические особенности, непрерывный контроль, особая организация образовательной среды, взаимодействие семьи и образовательного учреждения. Это очень важно, потому что без помощи родителей учитель, воспитатель, скажем, не сможет как-то устранить дефекты. Помощь в формировании именно, обратите внимание, универсальных учебных действий, которые стимулируют познавательную активность. Создание специальных образовательных условий, то есть для того, чтобы обучать детей из ИПР в школе, в детском саду, желательно, что, во-первых, организационное обеспечение должно быть, что значит организационное обеспечение, определенные материалы. Здесь были вопросы по поводу программ. Нельзя взять просто программу, которая подготовлена, и необученному специалисту внедрять ее. Конечно же, специалист должен пройти обучение специальное, может быть, повышение квалификации для того, чтобы работать с данной категорией детей, организационное обеспечение. Затем должна быть психолого-педагогическое сопровождение на протяжении всего, скажем, того периода, когда находится ребенок в детском саду, допустим. Конечно же, кадровое обеспечение. Психологи не все, психологи, скажем так, могут работать с данной категорией детей. Они должны быть специально обучены образованию, допустим, высшее психологическое образование, но пройти или курсы повышения квалификации, получить удостоверение или переподготовка. Далее, логопеды, конечно же, дефектологи, затем нейропсихологи, клинические психологи, то есть кадровое обеспечение. В некоторых школах есть как бы центры психолога педагогической помощи, специалисты, как бы есть программно-методическое обеспечение должно быть именно для проведения диагностики, для того, чтобы глубокую диагностику провести и определить, действительно ли ребенок задержка психического развития или, может быть, там у него умственная отсталость. И, конечно, организационно-педагогические условия должны соблюдаться и материально-техническое обеспечение. Данная категория детей, как мы говорим, есть ли индивидуальная поддержка, сопровождение, есть ли, скажем, материально-техническое обеспечение, есть все материалы, сопутствующие для проведения учебных занятий, то корректировка, она возможна. Данная категория детей, они поддаются коррекции. Так, вот мы с вами тему осветили. Задержка психического развития детей. И сейчас по времени я смотрю вопросы и стараюсь стримком как бы ответить. Так, у нас две вопросы. не про это. Так, вот здесь вопрос Виктория, да? Если есть дефектолог и он развивает познавательную сферу, психолог, коммуникацию и какие лучше брать диагностики психологу. Так, но Виктория, вы психолог? Если только психолог, то обычно обучают, есть курсы и как бы методические рекомендации они есть и диагностический материал также есть. Но если допустим у вас нет психологического образования, то нежелательно использовать, потому что не каждый психолог подберется. Так, тут что-то длинное. Так, Татьяна, администрация школы часто прочитает, чтобы родители ребенка ЗПР добивались у врача надобное обучение. В этом случае разрабатывается индивидуальный учебный план уменьшается, но какой документ нужно ссылаться, чтобы разработать по часам. Ну, это федеральный государственный образовательный стандарт и закон образования, там есть ссылки для того, чтобы вот именно обучение на дому. Но на обучение на дому, насколько я знаю, да, я сама встречалась в начале, когда я начала работать в первое образование, у меня педагогическое учителем начальных классов я работала, и вот именно обучение на дому не все родители, скажем так, соглашаются. Почему? Потому что ребенок должен аттестовываться, а если, допустим, он в начальной школе не аттестован, эти ВПР не сможет написать, да, далее переход в среднее звено, и непонятно, что он там получит по завершению обучения. Но эти документы, они есть, вам нужно посмотреть, они есть даже в интернете, если вы в обьюте, все прописано, все есть. Так, что тут, Татьяна, вот кто это определяет, куда отнести, в какой категории. Светлана, есть ли у вас примерная адаптивная программа по физической культуре для особенных деток? особенные детки. Вы имеете в виду, ну, про детей задержка психического развития, здесь не особенные детки. Здесь у них страдают именно психические процессы, да, эмоционально, волевая сфера. Особенные детки здесь уже другое. Такие программы адаптированы, они есть, разработаны. даже в книжных магазинах у нас есть по возрастам дошкольные, да, там младшая группа, средняя, потом подготовительная группа, и в этих есть начальных классах это все разработано, есть. В интернете, я не знаю, есть или нет, но в печатных изданиях они есть, разработаны. Ну вот Светлана Владиславовна, да, интересует вопрос, как работать с детьми в детском саду, да, если это категория детей задержка психического развития, то здесь, значит, нужно пройти комиссию психолога медико-педагогического комиссии, и если там рекомендация, что действительно диагноз задержка психического развития, и определяется уровень специализированной будет дошкольное учебное заведение, или ребенок остается в детском саду, но есть группа, если такой группы в детском саду нет, то родителям, конечно, желательно ребенка поместить именно в такую среду, специальную группу для того, чтобы как-то корректировать, иначе потом, когда он поступит в школу, начнутся определенные трудности, и коррекция будет более сложной. Здесь вот, Светлана, я не совсем поняла вопрос, как работать с детьми ЗПР, кому работать, воспитателем, учителям. Для того, чтобы работать, как я уже сказала, ребенок должен пройти медико-психолого-педагогическую комиссию по диагностике, по документам, значит, рекомендации даются, определения в специальные учреждения или в образовательном учреждении, но специализированный класс. Если, допустим, это школа, то учителя начальных классов, они специально проходят курсы, обучающие для того, чтобы преподавать в этих классах. Если же у вас такой класс, вы учитель, вам нужно будет обратиться в администрацию для того, чтобы вас направили на курсы повышения квалификации именно для работы с детьми задержка психического развития. Если же это детский сад, воспитатели также что делают? Проходит специальное обучение. Очень сложно, допустим, если вы всегда работали, скажем, со здоровыми детками в норме, и у вас, допустим, целая группа детей задержка психического развития. Это очень сложно. Специальное обучение нужно пройти. Светлана интересует вопрос обучения детей задержка психического развития в образовательных учреждениях. У нас, скажем так, в 90-х годах, в 80-х годах, 20-х века в образовательных учреждениях были специальные классы, классы коррекции, классы педагогической поддержки, где именно собирали детей. Они были небольшие, до 15-ти, до 20-ти детей, и более опытные учителя начальных классов, которые прошли опять же обучение, они занимались вот с такими детьми. Там и программа, скажем, они по программе шли. 1-3, тогда в начальных классах было, они проходили за 1-4, то есть 4 года. многие в процессе обучения при помощи родителей, при помощи специалистов, то есть догоняли своих сверстников и потом их пересаживали в обыкновенные простые классы. То есть коррекция была успешной. На этом завершим. Спасибо за внимание. до свидания.